Создать благоприятные условия для проживания жителей сел Суклея, Ближний Хутор и Терновка – это основная цель административного присоединения этих населенных пунктов к Террасполю. В столице специалисты межведомственной комиссии обсудили вопросы расширения административно-территориальных границ города. Без учета мнения граждан, естественно, такие решения приниматься не будут. Это должно быть абсолютно взвешенное, абсолютно просчитанное, продуманное решение, чтобы это никак не повлияло экономически. Например, разница в ставке тарифа земельного налога. Он для жителей села и города разный. В правительстве готовы разработать специальный переходный период, чтобы сельчане не понесли никаких затрат при переходе под административное управление Террасполя. Сегодня нужно говорить о том, что есть исторически сложившаяся система, при которой город Террасполь окружен селами и землями Слободзейского района. Это сложилось исторически. И получилось так, что многие моменты у нас переплетаются. И в город Террасполь приходит в частности много детей в садики, в школы, близлежащие с селами Слободзейского района. Также пользуются коммунальными услугами. Жители Суклея, Терновки и Ближнего Хутора в основном работают в Террасполе. Обращаются к столичным властям с просьбой сделать график движения маршрутных такси как можно чаще. Эту проблему в Террасполе готовы решать. Кроме того, сельчане после присоединения смогут получать медицинскую помощь в городских поликлиниках и больницах. Это будет намного ближе, чем в Слободзее, куда вынуждены сейчас ездить жители сел. В целом, с тем населением, с которым я смог провести беседы личным характером, разделилось спорно. То есть, средняя оценка 50 на 50. Так же само, как и в Суклее, в Ближнем Хуторе мнения разделились. Только не на два мнения, а есть еще третий мнение. Это очень такая небольшая кучка людей, которым, вы знаете, все равно. Будут ли эти населенные пункты относиться к Террасполю или останутся в составе Слободзейского района? Ответ на этот вопрос должны дать сами жители сел. Окончательное решение будет принято только после того, как граждане выскажутся в ходе плебисцита. Для решения данного вопроса, передачи этих населенных пунктов, имея в виду села Сукле, Ближний Хутор, город Террасполе, естественно, необходимо провести референдум. То есть, учитывать мнение жителей данных населенных пунктов. Вопрос присоединения трех сел к Террасполю в дальнейшем будет обсуждаться непосредственно с гражданами. Следующее заседание межведомственной комиссии пройдет в Ближнем Хуторе. Александр Логотина и Александр Чабан. Первый Пренестровский телеканал.